Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Урок номер 43, lesson number 43 out of 366. Давайте начнём. Номер один у нас повторение. Here we review vocabulary and grammar. Повторение. And today, сегодня мы повторим глагол опаздывать. Давайте напишем. Опаздывать. Опаздывать. Опаздывать means to be late. This is imperfective. Perfective is опаздать. So, опаздывать. Imperfective. Опаздать. Perfective. Опаздывать. Опаздать. To be late. Опаздывать. Опоздать. Хорошо. Например, Ты часто опаздываешь. Ты часто опаздываешь. Ты часто опаздываешь. You are often late. Ты часто опаздываешь. With the word often, часто, we will always use the verb in imperfective, because imperfective is about something that happens regularly, all the time, rarely, often, и так далее. Now, perfective. Он опоздал на собеседование. The action is finished, done. We will use perfective. Он опоздал. Он опоздал на собеседование. Он опоздал на собеседование. He was late for the job interview. Он опоздал. The action is finished, done. So, I use the verb imperfective. Here, опоздать. Он опоздал. Хорошо. Идем дальше. Номер два у нас глаголы. 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 Imperfective. And today's verb is помогать. Давайте напишем. По-мо-гать. Помогать. Помогать. Помогать means to help. And here we will conjugate it in imperfective present. Помогать. And we are going to put it in context. Я часто им помогаю. So, the conjugation is я помогаю. I help. Я часто им помогаю. Пом-а-га-ю. Помогаю. Я часто им помогаю. I often help them. Я часто им помогаю. I often help them. Я часто им помогаю. I often help them. Хорошо. Дальше. Ты помогаешь. You help. Например. Let's ask. Ты помогаешь родителям. 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 Дальше у нас он-она. He, she. Here we will have the same conjugation. Он-она помогает. Он or она помогает. По-мо-га-ет. Помогает. Он-она помогает. So, он-она помогает своим детям, например. Своим детям. Детям. Он помогает своим детям. He helps his children. Она помогает своим детям. She helps her children. Он-она помогает. Дальше у нас множественное число. Плурал. Мы помогаем. We help. Например, мы помогаем бабушке. Мы помогаем бабушке. Бабушке. Мы помогаем бабушке. We help our grandmother. Мы помогаем бабушке. Мы помогаем бабушке. We help grandmother. Да, our grandmother. Дальше вы помогаете. Вы из you plural or formal. Вы помогаете. Помогаете. Вы помогаете. You help. Например, вы помогаете людям. Let's ask. Вы помогаете людям. Do you help people? Вы помогаете людям. Вы помогаете людям. И последнее у нас они помогают. They help. Они помогают. Они помогают. Они помогают. Например, они помогают мне делать уборку. Мне. Делать уборку. Делать. Делать. Уборку. Уборку. Они помогают мне делать уборку. They help me. They help me to do the cleaning. Они помогают мне делать уборку. Например, дети помогают мне. Maybe I'm talking about my kids that help me doing the cleaning. Они помогают. Хорошо. Идем дальше. Номер три. Глаголы. Глаголы. Again, but now it's number two because here we talk about perfective past. Perfective aspect. We are going to conjugate this verb in past tense. Тот же самый глагол. Same verb. Помогать. But in perfective. So, basically, помочь. In perfective, помогать is помочь. 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 Помогать. Помочь. So, in past tense, we are going to have three conjugations. Помог. 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 Masculine. Feminine. Помогла. Помогла. Helped. Помогла. 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 Feminine and plural. Helped, helped, helped. But this one is masculine, this one is feminine, and this one is in plural. Например, for example, for example, я помог другу найти работу. Я помог. Помог. Я помог. I helped. Or feminine. Помогла. Помогла. Другу найти работу. Другу. 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 Найти. Найти. Нет. Sorry. Here we have distress. Найти работу. 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 You will say я помог. So, я помог. Я помог. Я помогла. Другу найти работу. The action is finished. Done. I helped. So, the verb will be imperfective, of course. Дальше. Ты помог. Ты помог. Ты помог. Помог. Or feminine. Помогла. Помогла. Мами. Did you help mother? Ты помог, маме? Did you help, маме? I'm asking a man. If I'm asking a woman. Ты помогла, маме? Did you help, маме? Ты помогла, маме? Хорошо. Дальше. Он, она. Он, она. Он. Or она. For он, we will use помог. For она, we will use помогла, of course. Помог. Or feminine. Помогла. Он, она. Помог. Or она. Помогла. Мне. Helped me. Он помог мне. He helped me. Она помогла мне. She helped me. Отлично. And now plural. Множественное число. Мы. Вы. Вы. Они. Мы. Мы. Вы. Они. We. You. They. Мы. Вы. Они. And we will use plural, of course. Помогли. Мы. Вы. Они. Помогли. Помогли. Например, let's put it in context. When someone is in trouble and needs your help. Мы. Помогли им в беде. We helped them when they needed help. Or вы. Or они. Same conjugation. Помогли им. Мы. Из. Вы. Вы. You. Plural or formal. And они. They. Хорошо. Идём дальше. Номер четыре. У нас idiом с sayings. Idiом с or sayings. And today's idiом is or saying is. Как белка в колесе. Как белка. Белка в колесе. Колесе. В колесе. Как белка в колесе. Что такое как белка в колесе? Like a squirrel in the wheel. Как белка в колесе. Like a squirrel in the wheel. It means Like a squirrel in the wheel. Means Очень Очень Когда ты очень занят. When you are very busy. When a person is very busy. Как белка в колесе. Working a lot. Had a lot of things to do. You know. And the whole day you are like a squirrel in the wheel. Always doing something. Always running somewhere. Solving problems. Issues. И так далее. Как белка в колесе. Например. Она весь день как белка в колесе. Она весь день как белка в колесе. Как белка в колесе. She is the whole day like a squirrel in the wheel. So she is running the whole day. She is working the whole day. Solving problems. Going there and there. So very, very busy. Она весь день как белка в колесе. If you have this kind of idiom or saying in your language, let me know in comments. Хорошо. Идем дальше. Номер пять. Выражения. Вы-ра-жи-ни-я. Выражения. Expressions. Например. And today's expression is всему свое время. Всему. Всему. Своё. Своё. Время. Время. Всему свое время. Что это значит? Всему свое время. It means. Всему свое время means everything in its own time. Всему свое время. If it's meant to happen, it will happen. Всему свое время. Everything in its own time. Например. Я хочу замуж. A short dialogue. Я хочу замуж. Замуж. Я хочу замуж. I want to get married. Я хочу замуж. And the answer is всему свое время. Всему свое время. Всему свое время. Всему свое время. Everything in its own time. Всему свое время. Хорошо. Дальше. Номер шесть. Грамматика. 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 И сегодня поговорим об родительном падеже. About genitive case. Exceptions. 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 Например. For example. The first exception is. So when we don't have something. Например. У меня нет времени. У меня. У меня. Нет. So the minitive is время. 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 But instead of я. Время. We will not use our usual endings for время. It will be an exception. So время will become времени. Времени. Like this. У меня нет времени. You just have to memorize it. I don't have time in Russian. У меня нет времени. У меня нет времени. У меня нет времени. Очень хорошо. The next exception is. Or. У меня много времени. У меня. У меня. Много. Много. Времени. У меня много времени. Same here. This is genitive case. But this word is an exception. So memorize it like this. Времени. In genitive. У меня много времени. I have a lot of time. У меня много времени. So we will use genitive here. When we negate. Or when you say that you have a lot of something. You will use genitive as well. У меня много времени. У меня много времени. Or. I have a little time. Will be. У меня. У меня. Мало. Мало. And again. Время. Will be in genitive case. Времени. У меня мало времени. I have little time. So. У меня нет времени. I don't have time. У меня много времени. I have a lot of time. У меня мало времени. I have a little time. Genitive. 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 Запомните эти три предложения. Or just запомните. Времени. Genitive. Время из времени. Хорошо. Идём дальше. Номер семь у нас. Dialogue. Dialogue. Диалог. И давайте начнём наш диалог. Чем я могу вам помочь? Что это значит? Чем я могу вам помочь? Чем я могу вам помочь? What can I help you with? Literally. Чем я могу вам помочь? Basically, how can I help you? Чем я могу вам помочь? Я ищу работу. Я ищу работу. Работу. Я ищу работу. I'm looking for a job. Я ищу работу. And the answer is, у нас нет свободных вакансий. У нас нет свободных вакансий. У нас нет свободных вакансий. We don't have available jobs. Свободных вакансий. Free vacancies. We don't have them. We don't have any job available. У нас нет свободных вакансий. Хорошо. И номер восемь у нас короткая история. Короткая история. Короткая история. A short story. Итак, первое предложение. Этим летом мы хотим поехать на машине по Сибири. Этим летом, этим летом, этим летом, летом мы хотим поехать, поехать на машине, на машине, машине по Сибири. Сибири. Этим летом мы хотим поехать на машине по Сибири. Итак, этим летом means this summer, мы хотим, we want, поехать to go. Мы хотим поехать, to go, one-time action. We are talking about one-time vacation. Поехать на машине, by car, по Сибири. На машине, by transportation, we use the prepositional case, right? With the preposition на, and машина will become машине in prepositional case. По Сибири. So, этим летом мы хотим поехать на машине, we want to go by car, по Сибири, through Siberia. Да, through Siberia, to travel. Этим летом мы хотим поехать на машине по Сибири. Следующее предложение. Особенно я уже давно мечтаю увидеть озеро Байкал. 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 Especially I already for a long time dream to see the lake Байкал. Увидеть озеро Байкал. So, увидеть, to see, one-time action, of course. To see, one-time action. I'm dreaming to see once, not to see it every day, right? Хорошо. На озере мы планируем провести неделю. На озере мы планируем провести неделю. На озере мы планируем провести неделю. On the lake we are planning to spend one week. Literally, да? На озере мы планируем. So, где, where, on the lake, на озере, this is prepositional case. Мы планируем, we are planning, we are still in process. Мы планируем, so it's imperfective, провести, to spend one-time action in the future, неделю, one week. Давайте ещё раз прочитаем. Let's read it one more time and we are done for today. I will ask you to read it with me out loud. Try to imitate my pronunciation. It will improve your speaking skills, your pronunciation skills. Этим летом мы хотим поехать на машине по Сибири. This summer we are planning to go by car through Siberia. To travel by car. In this context we can translate поехать as to travel. Особенно я уже давно мечтаю увидеть озеро Байкал. Especially, I already, for a long time, I'm dreaming to see the lake Байкал. На озере мы планируем провести неделю. At the lake we are planning to spend one week. Всё на сегодня. Please write this short story in your notebooks. Then say it out loud without looking at your notes. Of course, read it at least for ten times. Всё на сегодня. Спасибо большое. Увидимся с вами завтра. Чмоки-чмоки. If you want to support my channel, find the links. You will find some links in the description box below. You can become a member. Спасибо. Целую вас. Чмоки-чмоки. Понятно. Чмоки-чмоки. В Richards. Ча-чмоки. Чем revis. Ча-ча.